Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет видео про ароматы Hermes. Это твили. Аромат был создан Кристин Ножей. Первый флагман вышел в 2017 году. Это классический вариант твили Hermes. Аромат был создан специально для молодой аудитории в честь названия знаменитого аксессуара дома Hermes. Очень много фланкеров. Всего, по-моему, пять. С одним я не знакома, а вот с четырьмя я знакома. И сейчас с вами поделюсь своим впечатлением, своим мнением об этом, об этих ароматах. Классический твили. Аромат очень стойкий. Это аромат про имбирь. Потому что, когда я думаю про твили, я думаю сразу про имбирь. Но еще и, конечно, о белых цветах. Есть горчинка апельсина, красивый бергамот и прекрасные белые цветы, представленные туберозой, цветками апельсина и жасмином. Прекрасная база в виде сандала и ванили. Я познакомилась с этим ароматом в самом начале, когда он появился. И потом уже купила себе миниатюр, набор миниатюр. Здесь он был в комплекте. Этим ароматом я пользуюсь, но не часто. Что-то есть в этом аромате. То, что я его до сих пор не купила. Мне нравится вообще его звучание. Но почему-то меня немножко напрягает уже вот сначала яркий имбирь, затем это все уходит в красивые белые цветы. Полное звучание этого аромата, оно все-таки меня немножко напрягает. И поэтому я так и не купила достаточно моей миниатюры. И сейчас я познакомилась с другими вариантами, которые меня тоже приятно некоторые удивили. Второй аромат. А, кстати, аромат очень стойкий, очень шлейфовый. И у него есть такая прекрасная характеристика, когда он появляется и потом внезапно исчезает. Или дуновение ветра, или взмах волос, изменение настроения, поворот головы, какое-то движение. И он как-то появляется, то исчезает, то появляется. В общем, очень красиво играет. Особенно на воздухе. Превосходный. Но так как это аромат все-таки со своим лицом, со своим таким необычным звучанием, мне достаточно именно миниатюрки. Следующий флангер, который вышел, это ginger. Это аромат полностью любителям, посвящен любителям имбиря. Красивый пион. Но это длится очень недолго. Но, кстати, пион здесь очень красивый. А потом это уже все. Это засахаренный имбирь. Это имбирь. И в базе здесь прекрасный кедр. Этот вариант мне понравился. Он, мне кажется, более облегченный по сравнению с классической. Вот нота туберозы, жасмина дает ему немножко другое направление. Здесь это действительно аромат, посвященный имбирю. И сначала это красивая, легкая, такая розовая водичка, как будто действительно вдыхаешь пион. Но с некоторой такой искрящейся... Вы пробуете засахаренный имбирь. Вот именно сахар сначала слегка сладковатый, а потом уже такая приятная терпкость, пикантность и даже немного горечь, да? Немножко такая вот острота. Здесь очень четко передано это звучание засахаренного имбиря, когда действительно и вкус и запах передан в этом аромате. Аромат вышел в 2021 году. Также парфюмером является Кристин Нажель. Если вы любители имбиря, то это прям ваш аромат. При этом пикантный, такой вот искрящийся, очень жизнерадостный, прекрасный, прекрасный аромат. Я, к сожалению, все-таки у всех фланкеров есть ДНК классического аромата и он все равно присутствует. Я, например, иногда фланкеры бывают совершенно другими ароматами. В этом случае все равно ДНК аромата классического твили здесь присутствует. Поэтому все-таки я немножко не совсем любитель этого аромата, не совсем любитель имбиря. Я к нему отношусь очень осторожно, что и на кухне, что и в парфюмерии. Но если вы любите имбирь, то это прям вот его одухотворение. Ну, если бы он так звучал в первых нотах, вот это именно такая вот взрыв красивого пиона с нотками чуть-чуть искрящегося такого терпкого имбиря, мне бы он понравился. Но затем он почему-то возвращается и выходит вот это вот его основная, основной запах, основной аромат, аромата классического твили. И меня это уже начинает немного напрягать. Мне в этом аромате становится некомфортно. Как-то немножко он меня давит. При этом аромат, конечно, опять же, очень стойкий, очень шлейфовый, очень диффузный. Вы буквально ощущаете его везде. Настолько классические, настолько классные характеристики у этого аромата. Ну, здесь не отнять. Ну, и это Eau de Parfum. Вообще неплохо. Но я говорю, я не отдаю ему свое предпочтение, потому что вот этого яркого, красивого, сочного пиона и прекрасного, щекочущего нос и рецепторы имбиря, его, к сожалению, я потом уже не слышу. Я уже слышу классическую версию обычного твили. Следующий армез – это Eau Poire, который вышел в 2019 году. Также парфюмером является прекрасная Кристин Нажель. Мне кажется, самый удачный флакон, самый красивый, самый яркий, который привлекает внимание. Здесь очень все просто. Здесь розовый перец, здесь роза и пачули. Я, кстати, никогда к нему не подходила. Думаю, ну, что такое розовый перец, что-то мне не нравится и вообще. Но здесь такая красота. Здесь действительно очень красивый перец. И это так красиво, настолько жизнерадостный, настолько поднимающий настроение, немного пикантный, прекрасная роза. Знаете, не люблю розу, но здесь она идеальная, такая, какая должна быть. Яркая, сочная, красивая, богатая, очень бордовая. И пачули. Невероятные какие-то здесь пачули. Что роза, что пачули. Не особо люблю в парфюмерии. Но здесь все сделано настолько красиво, изысканно, очень дорого. Действительно, Hermès очень постарались. И в этом аромате, хотя он старше намного, чем Euganger, здесь почему-то такая красота. Если бы не попался мне этот пробничек, я бы никогда на него не обратила внимания. Никогда бы к нему не подошла. Почему-то мне казалось, что, ну, что там может быть хорошего. 99 фланкеров, и что там может быть. Очень, 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 прям вот я чувствую, знаете, я разнесла, и чувствую запах действительно розового перца. Вот настолько действительно красиво передан этот аромат. Именно, не зря все-таки перечная вода. Очень красиво, необычно, изысканно, очень дорого. Очень тоже стойко, шлейфово. И я когда его нанесла, и собралась выходить, как раз у нас такая еще влажная погода, немного дождливая, и настолько он поднял настроение, настолько красиво звучал, настолько раскрылся. Как-то вот все вокруг стало как-то переливаться, играть. Это прям и энерджайзер, и он и прибавляет энергии, и настроение улучшает, и как-то, вы знаете, возвышает. Вот бывают такие ароматы, которые действительно дарят какое-то, что-то такое необычное, что-то необыкновенное. Какое-то вот настолько понятно, когда аромат тебе нравится, ты начинаешь, ну, как-то по-другому, да? Когда ты его наносишь, прям сразу у тебя как будто крылья вырастают. И здесь вот такая же ситуация, настолько он яркий, красивый, и будоражащий, при этом поднимающий настроение. Как-то вот как будто он меня куда-то переносит в другое какое-то пространство. Вот настолько, настолько красивый аромат, я когда бы в жизни на него не обратила внимания, если бы мне не достался пробник духу. В нем я чувствую меньше все-таки ДНК классического твили. Оно есть, но все-таки здесь за счет пикантности перца, за счет вот этой розы, красивых пачули, которые тоже раскрываются необычно. Здесь нет белых цветов, здесь нет ванили, здесь нет сандала. Но все равно они как-то умудрились это сделать, что все равно потом немножко классический твили. Все-таки ты понимаешь, что ты носишь твили, но в то же время он немного другой. И для меня это оказалась самая носибельная версия пока, пока у меня есть вот этих три варианта. И конечно это просто восторг, настолько аромат мне понравился. Хотя если бы не, опять же повторяю, не этот пробник, я бы никогда на него не обратила бы внимания. И опять же любителям розы, любителям пачули, но опять же я не любитель ни роз, ни пачули, но здесь так красиво за счет этого перца. Аромат, создающий особое настроение, какой-то вот переливается, играет, как-то вот бодрит. При этом какие-то позитивные ассоциации, позитивный какой-то взгляд сразу. Вот настолько прекрасный аромат, что я советую вам обязательно его протестировать. Еще один флангер, который мне понравился очень. У меня, к сожалению, пока его нет. Я тестировала его несколько раз, наносила в парфюмерном магазине и ходила с ним. Действительно он меня поразил. Тоже очень понравился. Это Тутти Твили. Он вышел в 2021 году. Это уже такая тоже яркая красочная упаковка, прекрасный флакон. Мне кажется, такой более весенне-летний вариант – это личи и имбиря. Здесь я почувствовала вот настолько нежные, прекрасные, прекрасные личи. Мне вот напомнило что-то такое экзотическое, какой-то Таиланд может быть. И вот именно экзотические фрукты, бали. Что-то такое приятное, легкое, жизнерадостное. Опять же, цветок имбиря. Здесь уже нет этого засахаренного имбиря с такой терпкостью, как джанжер. Здесь нет перца. Опять это перец делает этот аромат все-таки более таким строгим. Почули, розы, опять же, придают немножечко характера возрастного такого чего-то. Здесь это просто какое-то веселое, яркое, жизнерадостное, опять же, создание, великолепный аромат, который просто дарит яркость. И в то же время есть такая немножечко телесность, мягкость, благодаря мускусу в базе. В общем, тоже вариант превосходный. И, конечно, вот этот аромат я, наверное, куплю себе, ну, если не флакон, то миниатюру или какой-то тревел-вариант обязательно. Потому что это фруктово-цветочный аромат, который просто тоже как энергетик, как антидепрессант, улучшающий настроение. Настолько вкусный. И при этом есть в нем какая-то и чистота, и вот этот мускус красивый в базе. Очень-очень великолепно звучит. Замечательные ароматы твили. Есть у них еще один вариант шарминг, но я, к сожалению, с ним не знакома. Видимо, это какая-то была лимитка, потому что я даже его не вижу, к сожалению, в парфюмерных магазинах. Я вижу и перец, и имбирь, и тути, и классический твили. Но вот этот вот шарминг я почему-то как-то вот даже не попробовала ни разу. Поэтому ничего сказать не могу. Пишите в комментариях, как относитесь к твили, нравится ли вам этот аромат, какой из них ваш самый любимый. Знакомы ли с тути, с перечной водой, с имбирем? Я вас немножко развлекла, была вам полезна, подняла вам немного настроения. Ставим лайк, подписываемся и всем пока-пока.